сегодня у нас 27 сентября 2016 года сегодня исполняется в 5 часов вечера 54 года ровно час в час день в день год в год как мне господь дал в руки евангелие в этот вечер я принес покаяние перед богом за все работал на корабле черноморец город венсплс и оказался на улице карла розенберга 18 4 римея михаил александрович и анны матвеевны вот сейчас я утром рано по заморозку пришел на кухню лагерную погреться холодно там буска заскочила камню кое-как выманул на улице не идет то шустрая такая володя мне готовит кошкам еду все баночки заполнить наварить наварить тут я говорю вас мыши есть наверно нет никаких лепешки открыты я сразу сказал кошку привести с никитой утром уже у нас пошло делать на научение прихожу и подмить его на кухню мусор прямое указание дома записали что убирать будешь я вчера вечером в комнате убрал утром стал опять подмел какая-то соринка мне трогает это здесь нет желания убрать наказываю прихожу и убран посмотри сколько на веники под веником отойди по сторонам вот погляди это все только около дверей как это можно оставлять такое объясни почему ты не убираешь но почему наш отец так говорил считая хохлы слова хохлы украинцы я не слышал как вроде не не мы то и не убрано всегда так было и у нас деревне жили они такие были и которых я знаю может сегодня они другие почему не убирают тем более ты здесь находишься не я свободное время считаете сейчас обедать и я сказал закрыть все закрыть лепешки все сейчас я начинаю сам уборкой заниматься не нет уборки а здесь всего ничего ведь я не знаю даже 10 квадратов нету квадратов 8 может быть пол подмести не мыть ничего только подместить нет давай володя сайт и какой-то кошкам стоишь мы вчера тут дрова пилили я хотел сказать очень экономно с дровами будете здоровыми так что оба вот эти конфорки тут конфорки называется три что были всегда заняты пока не приготовишь не затоплять очень много дров уходит ну еще снимешь как я буду убирать или сам будешь убирать да я сам по заметаю но я покажу сначала как на держи аккуратненько люди не нервничай люди внимательно вот этот прибор называется веник им подметают вот эта ручка у него ручка не подметает подметает вот этим концом я буду тебя с нуля учить смотри вот этот угол где он проходит начинаем оттуда выметать дальше все что здесь есть мы выметаем называется то что мы выметаем называется ссор мусор начнем снова вот я в виде подметаю это рифленая с корабля напоминание мне о море вот так начинаем убирать а потом влажной тряпкой тут у нас котел горячей воды просто протереть плиты эти как на корабле на корабле всегда убирается духовке смотри надо сбрызнуть сильно пыль поднимается поднимается я говорил закрыть предупредит игру на сбрызнуть сбрызнуть в бедре вода я сам сбрызнет что там никак не сбрызнет там-то понятно я минус здесь вот она здесь и здесь можно было сбрызнуть но не сбрызнули теперь еще спрашивать я не знаю можно нету сбрызгивать я знаю что пыль да большая пыль так где это совок дай мне совок вот это совок вот это суда грести надо не ручкой ставлять на ручку не нагребешь она это то есть я тебя учил как человек который спустился сбор никогда не видал ничего здесь мусорное ведро на 1 мусорное ведро по порядку смотри сюда подойди вот гляди вот это называется мусор смотри сколько полный совок это не все я еще еще сейчас наберу высовка 23 я пришел церковной одежде и буду подлетать убирать потому что детства тебя не приучили к этому полный совок 2 ты не мог не видеть эту тебя глаза хорошие как у сократа на выпучку и должен видеть больше чем другие люди сократ так объяснял вот смотри сколько 3 полный совок пыли грязи третий два веника мусора вот это называется бумажки брошенная их вот сюда ведро на сожжение стоит ящик чем он непонятно вытащить его а смотри там сколько бумаги везде тут никто не ходил не залазил сюда несколько дней может быть больше время вот смотри как делается отовсюду все убираются это с детства закладывается я учился в корщины 15 километров а дома ребятишки чё там ну и мух там наполно а я учусь в корщине в корщине с 5 класса у нас в деревне было четыре больше четырех классов никогда не было учеников то мало остальные туда да и не все учились 4 класса считалось достаточно всеобщее образование это придет позже там где полное образование а то я уже три совка он заметь через край идет четвертый посмотри ты не мог это не видеть потому что это рядом вот уже пол ведра мусора только здесь беру будешь ты убирать или не будешь вот так меня спросили бы я знаю не будешь желания то нет никакого придется мне приходить пораньше убирать потому что это пыль вот уже наверно 5 или 6 последний совок вот теперь выбираю последний там туда дальше не полезу сегодня двунадесятый праздник это отдельно сделаешь или я сделаю приду но смотри теперь как выглядит разница есть лучше жить в этой теперь смотри дальше мы установим ведро на место она уже бумажки ведре все денег 2 веника притом но ни один не работает льгота какая-то пришла клюка вот это клюка называется клюка толстая говорят как-то сильные братья сидели и один показал какая сила в узел завязал вот это но дед год увидел разгневался и тут же развязал ее пока что развязать намного труднее чем связать вот смотри ведро стоит под столом что есть посуда даже глянь под стол гляди ты не мог это не видеть ведро должно быть протерто мусор убрать это еще только первая часть смотри я подметаю тебе видно вот туда веником повернуть вот так из этого выбрать от отсюда вот я показываю а ты разумеет и учись когда приедешь на украину на свою покажешь скажи там есть такая дремучая россия лапотная они подметают еще еще перед обедом руки моют да еще у них баня есть они моются там и вениками себя хлещут как древляне говорили по порядку мы идем дальше потом дальше все уберете посмотри падал вот здесь вот в конце я просто уберу ты мог это убрать посмотреть это в углу здесь маленьком помещении сколько мусора откуда этот мусор ветром надуло а куда этот мусор куда ведро сейчас я его понесу на улицу улица это за дверями что есть я все рассказываю тебе чтобы ты знал буду еще ругать там тебя как-то накатывать бесполезно я это пробовал даже без еды тебя оставлял ты все равно не убираешь спрашиваю почему позавчера это было опять то же самое не приучено желания нет научиться может всему я приехал в латвию я старался сразу изучить их национальные обычаи что как называется что они любят национальное блюдо маленько только чуть-чуть сейчас под я не не полную чистку то делаю тебе это приятно лишь я убираю на паса дай-ка мне сюда ответа нет скажи мне тебе тебе приятно что вот я это делаю да будешь подбирать или не будешь буду 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 так бери ведро с мусором она полная не одевайся просто так сбегаясь а тут рядом любой куст крапивы шуга не его покажи полное ведро подожди эти полное ведро мусору надо маленькому там пространстве ведро мусору я считаю это многовато все же а сколько здесь квадратных метров володя с утра пораньше себя заплатки пришивает ему говорят но он как ты в заплатах но и что на брюки не потратил ни копейки заработка нет почему заплата стала осудительной недавно тут был брат он все время судит всех и говорят этот раз ему тут подарков то надавали батюшка барашка породистого ярку дал ему он любитель павлу отвезли так и главное ты про заплаты не стал даже говорить заплаты если есть и за них судят это высшая награда что означает не растражирил не государственных денег не сердюкову не подражал не с васильевой не делил не с ельцинским домом все чистое дырка вот так вот я искорченный при закончу на сними фурашку здесь это напрямую если так то 12 километров считалось в четверг можно говорить послезавтра послезавтра субботу субботу учились тогда и последний звонок я рванул книжки старался не брать и домой только андреа шиллок вода переходил шагом остановил бегом 12 километров без передыху и конечно я вам бегал здорово бегал уже в барнауле когда жил километра наверное 23 даже будет до работы или два с половиной я всегда уезжался за трамваем и бежал за трамваем но на остановке стоит я догоняю и народ смотрят чтобы к 3 копейки не платить вот я прибегаю домой мы прибежал домой это моя судьба жизнь семья здесь все а мать уже говорила подождем придется школу вам даст я начинал протирать такие пищу ручки в школу русской пищи протер все подметаю метая у меня специально запасные были такие бумажки на большая муха нарисованная ее надо было замочить в тарелке и плеснуть чашками выгребал этих мух чашками полной чашкой дохл они прям сразу вздыхали мухи эти каждый раз приходя домой через неделю я первым делом начинал делать уборку мне это интересно почему тебе не интересно не знаю я хотел сказать вот это помещение какое у кухня у нас сколько посмотри от стены до стены я руки раскидываю примерно вот где мне метр метр семьдесят два три сорок внутри сорок это выходит четыре сорок четыре сорок на три сорок угрожь сколько будет четыре сорок ну в общем так метра четырнадцати есть от еще и за стол что ли мы сейчас храм идем он упасет пасет никиту покормить надо забыл даже мы сейчас идем храм вот такое дело на таком расстоянии ну сколько это я же не знаю тогда три четыре не больше 15 квадратов 14 14 чем-то квадратных метров ведро мусору не выбранного да а потом влажной тряпкой пройти просто пройти и протереть это рифленая палуба это юнги делают на корабле это всегда так было чистота не стоит денег я у виктора гуго высчитал эту фразу она не стоит денег чистота чистоте разница это не заплата заплата заплатой все пока мы сегодня говорили о чистоте садись уже лепешки напек володя суп сегодня с растительным маслом разрешается воздвижение отец наш говорил воздвижение это сдвижение скотина всякая мыши змеи говорит сдвигаются на зиму сегодня на улице кажется минусовая температура нет все таки не застыла вода но заморозок все пока кошка каждый день вылизывает котенка